Субтитры делал DimaTorzok Играют старые добрые саундтреки из Assassin's Creed 2 Легендарнейшая игрушка с детства Что ж, ребят, я рад вас всех приветствовать на очередном эксперименте по этой легендарнейшей игрушке Как вы все помните, в предыдущих частях мы экспериментировали на миссии с братом, с Федерико И экспериментировали с Кристиной Смотрели, куда девается брат, смотрели, что будет, если не запрыгивать в окно Кристины Что будет, если убежать, там много чего проверяли на этих заданиях, на задании с врачом Это все, вот это все два задания Это все два задания, получается, а мы экспериментировали очень много на них То есть много экспериментов у меня было на этих двух заданиях Проверяли, что будет, если заранее купить лекарства Что будет, если не покупать лекарства, но у нас при этом не будет денег Что будет, если не дать Федерико добежать Что будет, если там убежать от Федерико Что будет, если, получается, проследить за Федерико Куда он девается, когда вот мы с церкви спрыгиваем к Вьерипации А Федерико остается наверху Даже не к Вьерипации Мы просто заодно его там встречаем А спрыгивает Эцио с церкви, по большому счету, из-за Кристины Из-за Кристины, да, он решает навестить Кристину перед ночкой Он решает ее навестить и поэтому спрыгивает с крыши церкви А брат при этом остается там И вот мы проверяли, что будет, если за ним проследить Куда он девается После этого вдобавок мы пробовали выбежать из сена И напасть на Вьерипации, проследить за ним и за его людьми Мы много чего проверяли на предыдущих двух заданиях То есть у меня всего лишь по двум заданиям Вот этим вот, да, которые причем подряд идут У меня там прям несколько экспериментов получилось довольно-таки интересных И сейчас я продолжаю Это все тот же день Видите, уже ночь прям за окном Ну не ночь, но прям глубочайший вечер Глубочайший при глубочайший вечер Я, это все тот же самый день Я до сих пор залпом записываю эксперименты, которые потом будут просто публиковаться через день Просто через день они потом будут у меня публиковаться Вот, а записываю я их залпом Залпом все в один Все в один день Потом я их просто буду очень долгое время монтировать Выкладывать Там, монтировать, получается Рендерить Выкладывать, делать превьюшки Названия, описания Теги Вот это все Очень долго И опубликовывать Через день Через день они у меня потом будут опубликовываться А записываю я их все в один день Вот весь сегодняшний день я полностью окунаюсь в легендарнейшую Assassin's Creed 2 Полностью, целый день окунаюсь в нее Что ж, я продолжаю И следующая миссия у нас С папой С папой у нас следующая миссия Я не знаю, что мы там сейчас будем делать Вроде как это миссия, в которую нам нужно отнести какие-то письма И вроде как я хотел проследить за тем чуваком, к которому мы относим письма Что ж, ну давайте для начала посмотрим сцену Сцену с папой Получается, Федерико-то он у нас ночью вернулся домой А Этсо всю ночь ночевал у Кристины И вот что сейчас будет, давайте посмотрим Доброе утро, отец Пойдем со мной Что-то случилось? Думаешь, я слепой и глухой? Я знаю о твоей вчерашней стычке с Вьерипаци И о визите к Кристине тоже Опа Твое поведение недопустимо Ты... Ты... Ты такой же, каким был я в твоем возрасте А эти приключения не помешают тебе работать? Нет, отец Честное слово Ну смотри Я подготовил несколько документов для Лоренцо Медичи Их нужно ему доставить Хорошо, отец Отнеси их и возвращайся Так Посыльный Доставьте письмо Джованни Лоренцо Медичи Вот так вот интересненько Что ж Миссия называется Посыльный Нам нужно доставить письмо Джованни Лоренцо Медичи Так называемому Так называемому Очень важные документы Из-за которых в дальнейшем будет подстава Те, кто играли, те знают, да? Там подстава будет Ну и, соответственно, нашу семью казнили Все То есть подстава самая настоящая Как раз таки В этой миссии мы их доставляем Давайте нажмем принять И все И наша задача просто отправиться К чуваку Вот этому Лоренцо Медичи И доставить письмо Его там не будет Сразу приспойлерю Что он там покинул город Или что Там будет какой-то чувачок Просто какой-то тоже Еще один посыльный Который тоже, получается Будет посылать вот эту информацию О том, что Эдсу тут письма какие-то принес вам Господин Лоренцо Вот И мы сейчас попробуем Проследить за этим чуваком Посмотрим, куда он пойдет После того, как мы доставим ему письма То есть, по идее Мы должны доставлять письма Лоренцо Медичи Непосредственно вот ему Прямо в руки Лично А здесь его нету Он как бы вроде город покинул Соответственно, здесь будет вместо него Какой-то другой Другой перец Так Спускаемся аккуратненько Его тут окружают стражники, кстати Вот Партия стражи И вон там тоже Партия стражи Я не знаю И вот там, кстати, да Тоже партия стражи Видите? То есть, тут никак не пройти Они только по крыше, если Давайте мы их сразу нейтрализуем всех Потому что мы сейчас же За ним следить будем И посмотрим, куда вот этот Посыльный пойдет Когда мы отправим ему Передадим ему письма Мы, может, даже не ему письма-то Передадим Он как бы сам скажет, что То есть, мы ему, по-моему, передавать Ничего не будем Он просто скажет, что Я передам, что вы захотели По-моему, он так скажет То есть, вот И куда-то пойдет Вот это самое главное И вот я предлагаю За ним проследить Но для начала нам надо Просто банально Расчистить путь Просто банально Расчистить путь Так Можно даже, допустим Попробовать его нейтрализовать Вот этого чувака За которым мы будем следить Но не знаю Стоит ли Давайте для начала Просто путь Расчистим И уже начнем Следить банально за ним Так Нейтрализовываем Вот этих вот Пацанчиков Это еще не совсем стражи Это просто люди в Ерипации Они тут охраняют Потом уже Когда у Эцо Появится меч И одежда ассасина Вот тогда Тут появятся на улицах Уже не люди в Ерипации А полноценные стражники Стражники с мечами Пока что их тут нет Пока что тут только Люди в Ерипации Ходят в начале игры Что ж А вот этот посыльный Вот так вот он выглядит Не знаю Будет ли он меняться То есть может быть Он каждый раз меняется Типа Или это каждый раз Вот такой вот Заскриптованный чувачок И его скин Не меняется Но по-моему он меняется По-моему вот в тот раз Когда я играл Он все-таки другой был Сейчас какой-то Лысый дядька Сейчас какой-то Тут лысый дядька стоит По-моему в тот раз Он был не лысый И может быть даже У него какой-то Головной убор был Не знаю Ну что ж Давайте поговорим с ним И послушаем Повнимательнее Что он нам скажет Итак Агетсио Бен Тровато Как поживаешь? Коме сэмпре У меня письмо Для мессера Лоренцо Я дам ему письмо Когда он вернется Вернется? Они уехали на виллу В Каредже И вернутся не раньше Чем послезавтра Я передам отцу Так Окей То есть и мы Передадим отцу Что он оказывается Там куда-то поехал Этот Медичи Лоренцо И вот этот чувак Тоже сказал Что передаст Вот эти письма Я так понял Он их должен передать Но мы ему вроде Ничего не давали Может быть он просто Передаст Что как бы мы Заходили Что вот Лоренцо Медичи Мистер Лоренцо Медичи К вам заходил Заходил сам Эйцо Аудитория Он вам принес Какие-то письма Но я их не взял Я не знаю короче Что он передаст То есть словесно Или он все-таки Взял эти письма Хрен его знает Так Эйн настал Очень ответственный Момент Очень ответственный Момент Ребята Аккуратненько Аккуратненько Не Ускоряя шаг Наоборот Даже Медленно Ходя Начинаем за ним Следить Начинаем за ним следить Посмотрим куда он пойдет Время сейчас У меня время сейчас 9.50 Последим наверное минут Минут наверное 5 или 10 За ним последим Да 5 или 10 Но если он начнет Круги наворачивать То ну разумеется Разумеется Слежка прекращается Но Посмотрим Посмотрим что же будет Так ну вот он уже Какой-то кружочек Наверное наворачивает Или нет Нет тут не пройти Поэтому это не кружочек Это еще не кружочек Ребята Я буду вот так вот Говорить для Эпичес Для эпичности Для эпичности И пафоса Так это же Сляшка как ни крути Да Надо быть Аккуратным Аккуратным Аккуратно надо За ним следить Не давая себя Обнаружить И Очень скрытно Себя Ведя Очень скрытно Себя нужно вести Так Куда-то он налево Уже пошел Уж не круги ли он Наворачивает Уж не кружочки ли он Наворачивает Ребята Сейчас мы это И выясним Нет Смотрите Он куда-то Пошел направо Вместе с монахами Сливается в толпе Он сливается в толпе Гадина какая А вы Посмотрите Мне интересно Это обычный НПС Или это все-таки Действительно Какой-то уникальный Универсальный Перс То есть Или это обычный Обычный НПС Среднестатистический И мы можем тут Такого же встретить Очень любопытно Очень интересно Но пока что Я вот таких вот Лысых не встречал Еще НПС Одетых В какую-то Вот такую вот Зеленую одежду Зеленую с белым Одежду Я пока что Таких еще не встречал Но посмотрим Посмотрим То есть мы же Пока за ним следим Как раз таки Можем обращать внимание В том числе И на других НПС Мало ли пройдет Еще какой-то Очень схожий Надо быть бдительным Надо Смотреть в оба Нет Там был похожий Но нет У него одежда Просто чуть ярче Чуть более яркая Зеленая А у этого темная Потемнее Вон там еще Вдалеке Видите Стоит тоже Очень схожий Но другой У него Коричневый плащ Ну или это не плащ Это просто Какая-то жилетка Какая-то очень длинная Жилетка Но она у него Коричневая Вот это самое главное А у этого темная Ой Пардон Он там нам что-то говорил Мы ящичек уронили И по-моему Он наворачивает круги Нет Хотя не знаю Нет 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 Он не круги наворачивает Он пока что куда-то идет Ребята Следим Следим И Ведем себя Очень аккуратно Вы посмотрите Здесь ведь люди в Ерепатце Так Надо Надо вот его Главное не потерять Окей Мы его еще не потеряли Вот он Он до сих пор идет И мы Миновали людей В Ерепатце Отлично Он по-моему На нас смотрит Да Спалились По ходу дела По ходу дела Немножко спалились Ну ладно Может быть Если он круги начнет Наворачивать Может быть Как бы Как раз таки Из-за того Что мы спалились Типа как бы Не знаю Если он начнет наворачивать круги Вполне возможно Это у нас пытается Отвести вокруг Вокруг пальца Ну или вокруг носа Стоп Мы же тут были Мы же тут были Чувак Он пошел назад Все понятно Уж не знаю Уникальный Или не уникальный Или это персонаж Уж не знаю Уж не знаю На самом деле Действительно Меняется ли он Если начать заново Но как минимум Ребята Как минимум Эта гадина Наворачивает круги Все Он снова начал Наворачивать круги То есть он Что-то пошел туда Завернул Навернул круг Сюда вернулся Еще на нас так палит Че ты палишь Чувак Видимо До сих пор узнал Да Как бы Типа Наверное думает Мистер Эсо Какого хрена Вы за мной следите Ходите что-то за мной Что за фигня Ну ладно Немножко Продолжаем слежку Он пошел К врачу К врачу И к той К церкви У которой мы Как раз таки Экспериментировали В предыдущих роликах Итак Слежка Продолжается Ну и пока что Ничего интересного В случае чего Под конец ролика Можно действительно Начать заново Можно действительно Начать заново С целью узнать Меняется ли этот персонаж Или не меняется То есть вот Сейчас он вот такой вот Лысый В какой-то С усами Лысый с усами С Одетый в какую-то Зеленую одежду В темно-зеленую одежду Вот мы за ним следим Такие типа Этот челик взял Наши письма Я так и не понял Что он там Передать-то собрался Он сказал что передаст Но может быть он Словесно передаст А письма он не брал Никакие Не знаю Этот чел вообще Прямо перед нами Появился И снова мы Как бы Бросили его ящик Случайно Задели И он разбился И вот этот вот Поц Снова мотает круги Давайте вот так Возьмем его О мы даже взять его Не можем Вот ее можем А вот его не можем Вы представляете Да И люди в Ерепатсе Нас спалили Так интересно Что будет делать он Где он Вон он стоит В столбе Он просто смотрит Он просто смотрит Вместе с толпой Так А ну чеба Ты че Пошел Короче Вот он Вот он Мы его еще не потеряли Он уже ведет себя Как обычный НПС Но только мы его Даже взять не можем Смотрите Дядя What the fuck What the fuck What the fuck Реально Смотрите Удары даже Проходят сквозь Но как минимум Вот этим Он точно Отличается От обычных Среднестатистических Заскриптованных НПС Не заскриптованных А рандомных В том то и дело Что они не заскриптованные Они рандомные Они рандомно появляются В рандомных местах И идут в рандомном направлении А вот этот чувак Он все таки Как раз таки Заскриптованный Немножко Как минимум Его нельзя взять И напасть на него Ничего с ним Сделать нельзя Это было бы забавно Он такой говорит После сцены Что я передам Что вы сказали Мистер Этсо И после этого Мы бы его ликвидировали Это было бы очень забавно По сути мы бы Изменили скрипты Изменили бы ход истории Так скажем Но не тут то было Мы его даже взять не можем И толкнуть не можем И вообще ничего не можем сделать Поэтому ладно ребят Он нарезает очередные круги Так что Давайте добежим до отца Досмотрим вот эту сцену Допройдем это задание Да И я загружу Следующую сессию В которой мы снова Пройдем это задание Только пройдем уже Как бы с целью С целью посмотреть Меняется ли он в сценах Или не меняется Или он каждый раз Будет вот такой вот Лысый дядя О тут брат что-то делает Продолжай работать Бискера Хе-хе-хе Ты напрасно беспокоишься Крати скопаться в тюрьме Опасность миновала Они ничего не говорят А-а-а Здравствуй сын Ты помнишь моего друга Уберт? Доброе утро Гонфолоньер Альберти И вам молодой человек Надеюсь ты доставил письмо? Да отец Но похоже Лоренца нет в городе Хм Этого я не ожидал Какая разница Подождешь пару дней Послушай Тебя искали Мать и сестра Через некоторое время У меня будет к тебе Еще просьба А сейчас помоги им Ты уверен? Да А теперь Оставь нас Был рад тебя видеть Отцу Что ж Миссия посыльной Выполнена Я так и не понял Там по-моему Ведь когда мы подходим К двери отца Можно немножко услышать Что они там что-то говорят Но может быть Это я не услышал Может быть Они там действительно Что-то говорили Ладно В любом случае Мы сейчас заново Зайдем сюда В менюшку И загрузим вторую сессию Какую-нибудь Это вообще у меня Третья сессия же Помните я говорил Что я третью создал И прошел Прохожу как бы Вот Это у меня вообще Третья уже сессия Видите У меня тут есть вторая сессия И первая сессия Давайте загрузим вторую И попробуем Снова пройти эту миссию Только с целью Узнать Меняется ли Вот этот вот посыльный Который тоже Как бы Там что-то передаст Так Сцена с отцом Ну давайте еще раз Ее посмотрим Доброе утро, отец Пойдем со мной Что-то случилось? Думаешь я слепой и глухой? Я знаю о твоей вчерашней стычке с Вьерипаци И о визите к Кристине тоже Твое поведение Недопустимо Ты 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 как я Ты такой же Каким был я В твоем возрасте А эти Приключения Не помешают тебе Работать? Нет, отец Честное слово Я подготовил Несколько документов Для Лоренцо Медичи Их нужно ему доставить Хорошо, отец Отнеси их и возвращайся No problem Так, доставьте письма Джованни Лоренцо Медичи Not problem Not problem Let's get it Так Все, мы снова посмотрели эту сцену Сцену с отцом Снова нам надо Ну да, возвращаться вот К тому месту К тому персу За которым мы только что следили И посмотрим как раз таки Меняется ли он Меняется ли его облик Его внешний вид Так Давайте здесь запаркурим Чтобы хотя бы на этот раз Не драться со стражей Точнее с людьми в Ерипации Это не стража Это Это просто люди в Ерипации Так Ох Охей Окей Так Спускаемся Спускаемся И Изменится ли он Да, он изменился Серьезно, чуваки Этот лысый дядя изменился Серьезно Я и думаю В тот раз он никакой не лысый был Эй, без усов Вообще, по-моему, по-другому бы выглядел Вообще, иной человек, ребят Иной человек Агетсио Бен Тровато Как поживаешь? Кроме сэмпре У меня письмо для мессера Лоренцо Я дам ему письмо, когда он вернется Вернется? Они уехали на виллу в Каредже И вернутся не раньше, чем послезавтра Я передам отцу На какую-то виллу Они там уехали А ну стоять, ты Какого хрена ты иной? Так А почему он меняется-то каждый раз? Смотрите А ну, чувак Вставай Вставай, вставай, вставай Полетел Блин, я не туда его хотел метнуть Ну ладно Короче, ребята С ним вообще ничего не сделать Вот с этим парнем Эм То есть, ладно бы его хотя бы взять Можно было бы, да? Но ведь нет Вообще с ним ничего не сделать Вообще, он куда-то побежал Смотрите А ну, стой Ты Куда ты там побежал? Догоняем, догоняем, догоняем По-быстрому Это он? Да, это он Стой Короче, ребята Сейчас он действительно стал уже больше походить На обычного среднестатистического NPC Поэтому вот такие вот пироги Вот такие вот делишки Вот мы и в очередной раз прошли эту миссию Проэкспериментировали и выяснили все, что хотели выяснить На этом задании О, мы снова бежим Под церковью В том переулке Откуда вышел в Ерепации Справа еще будет Дом Каталины Ой, какой Каталины И какой дом Окно И не Каталины, а Каталина Каталина А, да, Каталина Подождите Каилина или Каталина Продолжай работать Бискера Ты напрасно беспокоишься Франческо Пацци в тюрьме Опасность миновала Я говорю, они там что-то говорили Он что-то там говорит Франческо Пацци в тюрьме Опасность миновала Типа То есть вот Хотя на самом деле все мы знаем, что это бы отстало И опасность впереди Опасность впереди Ничего она не миновала Опасность в лице вот этого толстячка С которым мы сейчас познакомимся А-а-а Здравствуй, сын Ты помнишь моего друга убит? Доброе утро, Ганфолоньер Альберти И вам, молодой Ганфолоньер Альберти Да, отец Но, похоже, Лоренца нет в городе Хм Этого я и не ожидал Какая разница? Подождешь пару дней Послушай Тебя искали мать и сестра Через некоторое время у меня будет к тебе еще просьба А сейчас помоги им Ты уверен? Да, а теперь Оставь нас Был рад тебя видеть, отец Он нас подставит Впереди Если что Ладно Все Мы, в общем-то, прошли в очередной раз вот эту миссию посыльный Все выяснили на этом задании Все, что хотели И, в общем-то, все на этом У нас тут, смотрите У нас еще и даже дополнительные миссии открылись, да? Одна из дополнительных миссий Вот эта вот На карте Называется Курьерские поручения На них тоже будем, возможно, что-то экспериментировать Так что вот То есть мы будем проходить игру В том числе сразу Проходя вот такие вот дополнительные всякие побочки Побочки Или как это называется Побочные миссии Дополнительные, то бишь Вот Будем на них тоже что-нибудь экспериментировать Мы вообще будем полностью проходить игру От начала и до самого конца И экспериментировать абсолютно на всех заданиях По порядочку То есть вот какие миссии идут следующие На таких мы будем и экспериментировать Что ж, ребят На этом все Всем удачи И кодовое слово в сегодняшнем ролике Если я его не говорил Даже если сказал, напишите второе Кодовое слово в сегодняшнем ролике, пожалуй, будет Труба Вот Тут просто какая-то труба стоит, видите? Из нее идет дым Напишите труба И я поставлю вам лайк на ваше кодовое слово Спасибо, что досмотрели видео до конца Увидимся в следующих И пока Субтитры сделал DimaTorzok